Всем привет, с вами AppleTem. Добро пожаловать на канал, это 377 эпизод обзора лучших приложений для iPhone и iPad. И на этой неделе я нашел для вас игры, в которые вы будете играть всю неделю. Это классные игрушки, которые заслуживают вашего внимания. Пишите ваш комментарий, чтобы попасть в следующий выпуск, как и эти ребята. Конечно, не забудьте оценить видео пальцем вверх, и давайте смотреть на сегодняшние топовые игры. Первая игра называется Demolish, и здесь вы должны разрушить здание, которое находится перед вами. Вы делаете как бы прицеливание, оттягивая ваш палец по экрану, и так вы видите то место, куда попадет ваш снаряд в здании. Разрушается все реально очень круто, это классно выглядит, но немного недостоверно, потому что все-таки здание не обрушается, когда оно стоит буквально на одной опоре. Нужно добить полностью здание, чтобы оно упало полностью. В игре достаточно разнообразные здания, с прохождением они будут становиться больше и сложнее, и вам понадобится больше снарядов, чтобы их разрушить. Берите по самому низу, это мой вам совет, так вы обойдете здание как бы кругом вашими снарядами, и по итогу оно разрушится. Игрушка выглядит классно, и хотя бы поэтому стоит ее установить и попробовать. Она бесплатная, и вот это все реально увлекательно, просто из-за того, как это выглядит, так что пробуйте. Следующая игра называется Failed Breaks 2. Первая часть была достаточно крутой, но все-таки немножко сложноватой. Здесь появилась большая аркадность, то есть вы выезжаете на трассу, и ваша цель это поехать как можно дальше и не разбить ваш автомобиль. Если в первой части буквально одного столкновения хватало, чтобы вашу машину разнесло, а ваш водитель вылетел из лобаша, то здесь нужно постараться и врезаться в огромное количество машин и препятствий, чтобы по итогу машинка разрушилась, вот как сейчас, и водитель полетел, и его там где-то придавило автомобилем. То есть как вы понимаете, цель игры достаточно простая, но это кажется на первый взгляд. То есть вам нужно вилять между разными препятствиями и пытаться удержаться на четырех колесах. Также на уровнях есть разные бустеры и ремонтные киты, которые нужно собирать, чтобы проезжать как можно дальше. Игрушка увлекательная, поэтому я думаю вам она должна понравиться. Обязательно скачайте и попробуйте эту вторую часть. Далее Subway Source. Я увидел это обновление в App Store и вот буквально пронастыргировал. Эта игра для меня где-то 11-12 годов, я тогда учился в университете, и дико залипал на предметах, которые мне тупо не нужны, по типу BGD. Кто это вообще, зачем, короче. Но Subway Source это реально классный раннер, который, наверное, задал всю вот эту тенденцию раннеров в магазинах приложений. И вам нужно бежать и убегать как можно дальше. Я помню, мы с адогрупниками даже рекорды ставили, когда пытались пробежать как можно дальше. То есть кто быстрее убежит и насколько дальше он это сможет сделать. Игра очень увлекательная, вы должны собирать монетки, которые потом сможете тратить на персонажей и прокачку вашего героя. Также она с прохождением ускоряется, и вам приходится быстро вилять между поездами и препятствиями. И таким образом вы буквально прокачиваете свою реакцию, она становится реально молниеносной. Попробуйте, если никогда не играли, а если даже и играли, скачайте еще раз. И, ну, вот это чувство ностальгии, оно того стоит. Предпоследняя игра называется 1 на 1 лол. Причем тот лол я не знаю, это игра в онлайне, где вы можете сражаться 1 на 1, 2 на 2 и использовать другие игровые режимы, которые здесь присутствуют. Игра достаточно сложная, это нужно понимать, когда вы ее скачиваете. Да, это шутер, но он достаточно простой в плане шутера. Здесь весь прикол состоит в том, что ваш игрок и соперник могут строить платформы перед собой. То есть это стены, которые не простреливаются, за которыми игрок может прятаться. То есть та комбинация вот это шутер плюс стены, за которыми вы можете прятаться, она усложняет эту игру. И становится реально сложно, потому что нужно искать лазейки вот в этих стенах, чтобы все-таки добить вашего соперника. Я пока полный нуб, но тем не менее я, наверное, оставлю эту игру и попробую добить свой скилл до максимального уровня. Короче, пробуйте игрушку в онлайне, поэтому мы, может, встретимся с вами где-то на игровых полях и посражаемся в этих стенах. Последняя игра называется Metal Force. Она понравилась всем любителям танков и онлайн-шутеров, где присутствует различная техника. У вас здесь ваш собственный автомобиль с пушкой сверху. Здесь большой автопарк, так что это только начальный уровень. И дальше могут быть какие-то даже танки. Вы эти танки можете прокачивать, выигрывая золото по ходу сражений. Ну и, конечно, управление в подобных играх, оно везде одинаково. Это два джойстика и кнопки для выстрелов, прицеливания и так далее. В целом, это игра в онлайне, поэтому это будет интересно, потому что настоящий человек это лучший соперник, чем компьютер. И должно быть реально не скучно. Тем более, аудитория достаточно большая, хотя игра новая. И у вас всегда найдутся люди на уровнях. Так что пробуйте, скачивайте, игра бесплатная, постражайтесь в онлайне на различной технике. На этом все, ребят. Если вам понравился выпуск, буду рад, если вы оцените его пальцем вверх. Также пишите ваши комментарии, чтобы попасть в следующее видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Пока. Пока.